2014 год. Год столетия со дня рождения Тамары Савельевны Чебан, народные артистки Союза Советских Социалистических Республик. 18 декабря в Российском Центре Науки и Культуры прошел вечер, посвященный столетию со дня рождения всенародно известной молдавской певицы, народной артистки СССР Тамары Чебан. Вечер, на который собрались почитатели ее таланта, музыканты, искусствоведы, учащиеся, активисты русской общины Молдавии, был организован общинным историческим клубом «Россия-Молдавия. История, события, люди» при поддержке Российского Центра Науки и Культуры. Весь вечер звучали записи несравненного голоса певицы, которые сопровождались слайд-шоу с фотографиями, запечатлевшими ее образ. Вместе с ансамблем «Флуэраж» Тамара Чебан объездила с гастролями десятки городов Советского Союза и десятки зарубежных стран. Сирень полыхала, сегодня вся тула друзей принимала. Хороших, веселых друзей молдаван, да здравствует песня Тамара Чебан. В продолжении встречи, как в подтверждении преемственности музыкальных традиций, заложенных Тамарой Чебан, прозвучали молдавские песни в исполнении учащихся русских и молдавских лицеев столицы. Музыка Присутствующие, среди которых председатель русской общины Людмила Лощенова, журналист Ирина Мельник и другие, с теплотой и уважением говорили о своих личных встречах с легендой молдавского песенного искусства. Ребенком тогда и в Доме культуры пограничников был концерт. И Тамара Савельевна пела, я помню, вот здесь обязательно этот цветочек у нее был, вот просто как живьем, что называется. И на долгие годы вот я сохранила вот это впечатление, такое знакомство в детском возрасте с этой великой певицей, имя которой известно во всем мире. Во-первых, это был человек огромнейшей души. То, что здесь было сказано, что очень многие ее ученики у нее жили дома, так это было правда. И я на моих глазах, я помню, что она обожала, на душе не чаяла, конечно же, в Надюше Чепраге. То есть она, Тамара Савельевна, сама лично вязала. То есть Надюшу свою, Чепрагу, Тамара Савельевна обвязывала с ног до головы. Строгая была до невозможности, я вам хочу сказать. Строгая, но очень справедливая. Полный год, вот календарный год прошел. И в этом году у нас это десятое заседание. Причем мы, видите, как завершили его при полном оншлаге в зале. И вот при такой молодой подрастающей смене, которая еще раз демонстрирует, что мы на правильном пути. Вот эта историко-литературная, музыкальная ветвь, она должна жить. А тем более в такой широкой интерпретации, как история России и Молдовы. Я хотел бы поблагодарить Ольгу Игоревну Батаеву, Людмилу Алексеевну, Лащенову, Виктора Николаевича Костецкого и сказать слова благодарности Российскому Центру науки и культуры, в стенах которого мы проводим все свои заседания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова